Ну, говорю, а к тому, что вот Бэткомедиан, уважаемый мной, да, берет и говорит, что не показано в фильме, что главная цель декабристов – это освобождение крестьян. Он открывает мою книгу и читает, что вот начался кризис невостребованности, что вот они не нашли себя в новой мирной жизни и так далее и тому подобное, да. Зная, что я нигде не пишу, что главной причиной восстания декабристов – ненависть крепостничества и желание отменить крепостную партнер. Возможно, здесь виновата Википедия, потому что в Википедии черным по белому написано, что главные две цели – это свержение самодержавия, против самодержавия и отмена крепостного права. У меня ощущение, что многие именно на Википедию ориентируются. Понимаете, если бы он взял Википедию, а то прочел, тогда бы это другой разговор. Ну, зачем мою книгу открывать, когда им прямо противоположные вещи? Лисомий был. Что, лисомий был? И чтобы сказать, что вот консультант или еще такое. Конечно, опасная штука. Я в том смысле, что когда человек рассказывает про некий фильм и говорит, что это неправда, а потом подтверждает это 50 книгами, то ты вроде бы автоматически думаешь, что раз столько книг, значит, все правда. Да, он просто разобрался. И, например, опять же, на меня, как не на большого историка, который очень смутно про все это знает, меня вот триггернули несколько вещей, которые к историзму не имеют никакого отношения. То есть, например, мое любимое, это там, где BadComedian перепутал там же саундтрек, который, собственно говоря, основан на известных вещах, просто их инструментальной обработки. Он сначала саундтрек ругает, говорит, что в США не в кассу и не работает и так далее. Ну и лично я, это субъективизм, конечно, тут ничего не сказать. Кому-то да, кому-то нет. Насколько я не люблю басту, настолько мне в конце композиция, вот именно инструментальная версия, показалась вполне себе уместной, да, которая звучала, потому что она по смыслу подходила. Вот, но, тем не менее, в одном моменте, когда как раз идут, вот этот полк идет, да, в конце ближе к фильму. Да, там называется на Мотовиловку как раз. Да, 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 и там играет Цой, попробуй спеть вместе со мной. И BadComedian говорит, это что, Наутилус? Ага, причем здесь Наутилус, это, наверное, Прогулки по воде, наверное, Апостол Андрей, наверное, Муравев Апостол. Ага, все понятно. Я, конечно, допускаю в голове, что когда использовали Прогулки по воде, возможно, в голове композитора еще кого-то думала, Апостол, Апостол, подходит, песня хорошая, инструментальная версия вообще прекрасная, окей. Но перепутать Наутилус и Соя, это очень сложно. Это либо подтверждает тот факт, что инструментальный саундтрек настолько хорош, что он как бы сближает рамки, растирает рамки, и баста становится, условно говоря, вровень с Соем и с Наутилусом, то есть оно более-менее ровно кладется. То есть подтверждает, что саундтрек как минимум адекватный, как минимум фильм, он хорошо подходит, хорошо ложится. Либо если человек, который обозревал, причем у Жени Беда, мы с ним там тоже его подказывали в свое время, давно уже, тем не менее, хорошо общаемся, хорошо общались. Мы его ненавидим. Не, не, ни в коем случае, да. Вот, если даже здесь такой яростный факап, то что же там по исторической точке зрения? Нет, там сплошные передергивания и ошибки. Ну, ошибка наша. Вот он так с яростью говорит, вот, они показывают бунт Семенского полка, а на самом деле это мирно, солдаты попросили вот просто у начальства, чтобы Шварц больше так не делал и так далее. И показывают там книгу Штрайха «Восстание Семенского полка» в 20-м году. Если мы откроем книгу Штрайха, мы увидим, что она вся о том, что солдаты бунтовали и бунт не могли усмирить. Это отвлекаясь от реалии, да. Просто дело в том, что Штрайх один из самых ангажированных советских историй. Вот видите, вот меня потрясло, там, вот им не нравится там концепция фильма, там, давайте жить дружно. Можно спорить, есть там она, нет ее, она хорошая, плохая, но то, что предлагает Бет Каментин, да, что он предлагает? Он предлагает держку Ленина и замшелые там три этапа русского революционного движения. Понимаете, если вот отрешить от этой брутальной вот такой плетения словес брутального, да, и мата там, то в итоге вот и просеять это, и получится Ленин, да, там. Лизы не могут, верхи не хотят, извините, да, там. Царь сатрап, декабристы хорошие, давайте снимем звезду пленитного ща. Ну вот, вот и все, понимаете, тут какой у него новый взгляд? У него-то он что предлагает? Просто мне кажется, что обзор, он сам себя противоречит, просто потому, что если он, главный посыл фильма, как говорит Бет Каментин о том, что не нужно против... Ну, как фильм говорит, главный посыл фильма, что не нужно бунтовать против власти, а власть сама рано или поздно даст то, что тебе нужно. Просто сам фильм говорит, что на самом деле нет. Что то, что именно... То, что сами просили декабристы, потом пришел Николай II, он все заморозил, и только потом, потом, потом его... Следующий царь... Александр, да? Нет, даже не в этом дело, понимаете, если вопрос даже не в Александре II, Николай II, да, тут просто вот в самом взгляде, да, вот... Вот такие взгляды, да, были у историков, там, не знаю, 50-х, 60-х годов. Вот Нечкин бы, наверное, согласился с декабристами. Спасибо. Спасибо.